САМАРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ И волонтер Андрей Коптьев. Екатерина Андреев, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое у вас сегодня настроение, как вы работаете, как вы организовались, и что вообще из себя представляет вот эта акция «Мы вместе»? Ну, настроение у нас традиционное, бодрое. Мы всегда готовы к новым задачам, поставленным перед нами жизнью. Да. И, соответственно, вот приступили к активной работе. Горячая линия волонтерского штаба администрации «Самара» по оказанию помощи пожилым и маломобильным граждан активно стартовала с начала апреля. Мы уже приняли более полутора тысяч звонков от наших граждан. Они очень-очень разные. Мы должны отметить, что не ожидали такого большого количества звонков, связанных именно с получением различной информации. Куда позвонить, куда идти и что делать. И помимо того, что мы были готовы принимать активно заявки на оказание помощи волонтерами, мы, соответственно, консультируем еще и... Такая информационная служба. Да, да. Мы подстроились. И уже сейчас у нас есть у каждого специалиста-волонтера колл-центра специальный справничник, когда мы готовы ответить практически на любой вопрос и переадресовать его на специальную службу. И хотелось бы узнать у Андрея, как вы пришли к такой волонтерской работе? Что вами двигало? Ну, я довольно-таки долго уже в... То есть вы начали не с этой акции, мы вместе. Я начал не с этой акции, я уже года полтора как доброволец. И просто по характеру я не могу остаться в стороне, когда нашим пожилым гражданам нужна помощь. Я всегда в первых рядах. Отзывчивый человек, да? И если есть возможность вот это проявить, кому-то помочь, то это очень прекрасные порывы души. Андрей у нас лидирует как раз в числе тех добровольцев, о ком больше всего поступило положительных отзывов на горячую линию. Нет такой задачи, и мы никогда не обращались к жителям с просьбой нам сообщить о своих впечатлениях по... О встрече с волонтерами, да. Но нам действительно раздаются звонки, и благодарные жители просят как-то еще с нашей стороны благодарить вот тех волонтеров, которые смогли действительно им помочь и доставили столько приятных мгновений. Андрей, а кто вы по профессии? Я профессии учитель, учитель биологии, работаю в частной школе. Ну вот, тем более, что человек с таким образованием, в такой ситуации, конечно, ваши знания востребованы. Кто чаще всего звонит, вот контингент людей, которые к вам обращаются, кто это в основном, какой возраст, социальный портрет? Вы сказали, что это разные люди все-таки. Да, мы, конечно, создавали горячую линию, и волонтерские штабы, именно прежде всего для помощи пожилым и маломобильным гражданам. Конечно, именно эти граждане к нам звонят. Наши любимые, наши уважаемые бабушки, дедушки, все, кому требуется помощь, нам с удовольствием звонят по любому вопросу. Более 500 заявок мы уже обработали на сегодняшний день. То есть сходили в магазин, купили необходимые продукты, сходили в аптеку, приобрели лекарства, оплатили услуги ЖКХ по квитанциям. Были немножечко нестандартные просьбы обращения, но если такая возможность у волонтеров была, мы обязательно выполняем любые пожелания. Были просьбы, когда маломобильные граждане просили доставить еду, которую приготовили, или то, что приготовили своих близких, которые тоже не могут выйти. Поэтому тщательно, внимательно рассматриваем каждую ситуацию. Очень приятно видеть, что ряды волонтеров выполняются с каждым днем. И вот акция всероссийская, общероссийская акция «Мы вместе», сайт федеральный, объединяет как раз таких людей, которые оставляют заявки и свое желание в свободное от работы время посвятить вот такому благородному делу. Помощи гражданам для того, чтобы они максимально сохраняли режим самоизоляции, не рисковали своим здоровьем. Сейчас уже 200 человек волонтеров у нас есть в штабе, это проверенные люди, готовые выполнять вот такие вот поручения. Но здесь же есть еще и медицинский аспект. Мне кажется, нужны специалисты вот именно по этому профилю. Присоединяется к вам кто-то из медиков, может быть, младеных студентов? Волонтеры-медики – это уникальное общественное движение, которое есть на территории города, на территории региона. Это уникальные ребята, которые могут выполнять чуть более сложные и немножечко опасные задачи в части того, что знают, как обезопасить себя максимальным образом. Мы доверяем им такие заявки, которые связаны с походом в поликлинику. То есть если необходимо выписать рецепт, поговорить с врачами, решить какие-то вот уже околомедицинские вопросы, я их так называю, мы тогда просим именно волонтеров-медиков нам помочь. Такие заявки есть, встречаются, и наши коллеги-волонтеры-медики их с удовольствием выполняют, за что им огромнейшее спасибо. Да, ну это же их профессия, это очень правильно и грамотно. Андрей, как строится ваш день, расскажите, как в качестве волонтера, с чего он начинается, как проходит и чем заканчивается? И какие мысли посещают вас в конце дня? О чем вы думаете? Начинается он, как положено, с измерения температуры, дальше идет работа. Ответственный подход, вот сразу хочется сказать. Основное обучение с детьми. После того, как я поработаю, соответственно, при наличии заявок я прихожу в штаб, где опять же мне измеряется температура, отрабатывается заявка. Вечером также измеряется температура, и в любом случае я, как здравомыслящий человек, я анализирую прошедший день. И что получилось, что не получилось, какие-то выводы делаю для себя, где правильно поступил, опять же, где неправильно. Ну, как бы, как обычный человек. Но всегда, то есть, в любом случае, я всегда на старте, на быстром подрыве, как только появляется заявка, я, соответственно, выхожу в штаб сразу. Есть такая заявка, которая вам, ну, может быть, особенно запомнилась чем-то дорога? И человек, которому вы помогли, вам как-то симпатичен? Каждая заявка, это, каждая заявка абсолютно, это отдельная история, о них можно рассказывать и рассказывать. Каких-то определенных я прям вот не могу выделить каждому пенсионеру, когда ты приносишь, там, продукты, там, лекарства из аптеки, просто поговорить с ними. Они, большинство заявок, одинокие пенсионеры. И вот эти вот глаза радости, даже несмотря на то, что соблюдается, как бы, дистанция полтора-два метра, просто с ними поговорить элементарно. И уже глаза радости, то есть, они понимают, что они не одиноки. И вот эта вот радость, это больше душевно так вот воспринимаешься. Отдачу вы получаете от такого общения. Но это очень важно, чтобы отдача была. Екатерина, вы же психолог, можно по образованию, можно несколько советов, чтобы сохранять вот такое комфортное состояние психологическое вот в эти дни пожилым людям, да и даже не пожилым, а всем нам. Как себя вести вот в таком аспекте психологическом сегодня? Что самое главное? Неожиданные у меня вопросы сейчас, да, я немножечко здесь в другом качестве, но мне кажется, что если мы будем честны прежде всего вот сами с собой, то этот принцип нам поможет сохранять спокойствие, здравый смысл, положительное, да, вот такое отношение к жизни во всех ситуациях. Настрой должен быть. Настрой должен быть, да. Да, то есть давайте будем честны, не будем преувеличивать некоторые слухи, да, и нагнетать обстановку. Давайте спокойно делать те дела, которые мы откладывали на потом, да, и вот в суете, где-то находясь вне дома. Сейчас самое время, находясь дома, навести порядок, вот поговорить с близкими. Порядок и в доме, и в мыслях, можно заодно. Да, почитать те книги, которые мы давно хотели почитать, но не было времени. Посмотреть, может быть, те любимые фильмы, которые сейчас нам телеканалы предоставляют в огромном вот ассортименте, и найти среди них те положительные, которые будут и на нас, соответственно, влиять. Мы, то, что мы транслируем в мир, да, в наш дом, оно также и влияет на нас. Поэтому, конечно, когда вот нам звонят в разном настроении люди, мы всегда стараемся скорректировать диалог в положительную сторону. И вот здесь вот мне тоже хотелось бы сделать такой акцент и, может быть, обратиться к нашим жителям, к нашим пожилым гражданам, те, кто будут звонить на нашу горячую линию, номер, который вы обязательно будете видеть на экранах. Да, уже есть. Пожалуйста, мы с душой, с добротой организовали для вас вот такую возможность добровольческой, волонтерской помощи. Это люди, которые не получают денег за свою работу, за то, что придут к вам, хотя некоторые до сих пор еще подозревают, что здесь есть какой-то корыстный интерес. Нет. Это наши с вами соседи, наши для кого-то дети, внуки, братья, сестры, которые в свободное время от работы готовы помогать вам. И мы встречаемся еще с такими ситуациями, когда нам звонят из другого города взрослые люди и говорят о том, что в Самаре у них проживают родители, которым они уже сейчас не могут помочь. Мы обязательно помогаем, да, таким гражданам, хотя они не считаются одинокими, но мы обязательно придем и поможем вам. И мне бы хотелось тогда, чтобы в каждом городе, если вы знаете, что здесь мы позаботимся о ваших родителей, то вы тоже, пожалуйста, помогите, станьте волонтерами в тех городах, где вы сейчас находитесь. Потому что движение «Мы вместе», оно сейчас для всех единое, да, оно есть в каждом городе, в каждом регионе. Пожалуйста, помогите там, тем одиноким пожилым людям, которые сейчас остались без помощи. И вот такая взаимопомощь, мне кажется, сейчас это самое лучшее, что мы можем сделать. Даже взаимообмен, я бы сказала. И вот эта вот человечность, которая сегодня выступает, вот выходит на первый план доброта какой-то, она удивляет. Вот ее вдруг стало много. Мне очень хочется упомянуть, что различные благотворители, да, это и физические лица, и юридические лица сейчас помогают волонтерам и помогают нашим гражданам, оказавшись в трудной жизненной ситуации по разным причинам, помогают тем, чем могут. Вот своими ресурсами. Кто-то помогает машинами, кто-то помогает продуктами, кто-то еще чем-то. И это абсолютно безвозмездная искренняя помощь, когда каждый понимает, что от вклада в общее дело мы все только выиграем. И у нас есть сюжет, как помощь такая оказывается в районах нашего города. Один из них, давайте сейчас посмотрим. С продуктами. Я думаю, я уверен, что обязательно этот детишку пригодится в ламп. Хорошо, спасибо. Дай бог вам здоровья. Спасибо. Сидеть надо дома, вы это все знаете, да? Мы дома сидим не вводим. Мы с ним, конечно же. Евгения Платонова, мать-героиня. В ее семье воспитывается шестеро детей, четверо из которых приемные. Чужих детей не бывает, уверена Евгения. Все родные, все друг друга любим, уважаем. Больше сорока волонтеров администрации промышленного внутригородского района ежедневно оказывают поддержку многодетным мамам, пожилым людям и всем тем, кому она необходима. Начали с конца марта, уже выдали больше 150 пакетов с продуктовыми запасами. В числе добродетелей, предпринимателей, учителя, студенты – самые разные категории людей. Яков Резников – главный врач одной из областных больниц и депутат городской думы. Он один из волонтеров проекта. Мы организовали некие пайки для малых, имущих семей, где есть самые необходимые продукты. И, безусловно, это будет поддержка достаточно серьезная таких семей. Стать одним из волонтеров можно, позвонив на горячую линию акции «Мы вместе». Либо обратиться напрямую в администрацию своего района. В трудное время наш народ всегда объединялся. И это давало силы каждому из нас. В первую очередь стоит человек за этим. И отзывы есть. Люди через ТОСы, через управляющие микрорайоны, они ближе, там старшие по домам, говорят огромное человеческое спасибо тем людям, которые сегодня помогают. Списки тех, кому помощь необходима, формируют в районных администрациях, а также принимают обращения самих самарцев. Еще такой вопрос, актуальный, наверное, тоже, кроме трансляции доброты, еще люди у нас могут сомневаться, пришел ли тот волонтер, тот человек, с кем созванивался и так далее. Вот эти меры безопасности спрашивают у вас конкретно, Андрей, какие-то подтверждающие документы еще. И как вы подтверждаете свой статус? Ну, я из штаба, то есть вообще каждая заявка отрабатывается каким образом. Сначала идет созвон заявителям прямо в штабе, уточнение там, какие магазины, то есть куда конкретно. Аптек же много у нас, и магазинов у нас много. Да, когда встреча непосредственно с заявителем идет, то есть я предъявляю бейдж, на котором написаны мои данные, предъявляю паспорт, называю номер заявки, потому что он у меня есть. И, соответственно, таким образом, когда человек звонит на горячую линию, ему сообщают номер заявки. И, соответственно, человек сверяется, правильно я ему говорю или нет. Тот ли я человек, за которого я себя выдаю? Да, а вообще вот в целом, как такие меры безопасности, профилактики правонарушения, организованные в штабе, Екатерина? Ну вот еще немножко о номере заявки. Этот опыт мы взяли из других проектов, он очень хорошо работает. Да, конечно, никто его не знает, кроме этого волонтера. Честный, да, пятизначный номер не получается. Это потрясающий код, пароль, который известен только операторам горячей линии и непосредственно штабу волонтеров внутриградского района, откуда направляется человек. Также обязательно из районного штаба уточняется, кто именно придет, фамилия, имя, отчество волонтера. Можно, вот как Андрей рассказывает, посмотреть даже его документы, но только издалека. Помним, что соблюдаем все-таки дистанцию. Поэтому и прошлые проекты, и сейчас проект пока действительно с точки зрения безопасности не вызывает вопросов. И у нас практически нет каких-то сложных случаев, когда нам приходилось бы менять систему и думать, как ее сделать более жесткой. Я очень надеюсь, что в таком ритме мы проживем и этот прекрасный проект. И, конечно, не хотелось бы, чтобы появились люди с нехорошими намерениями, тем более в такой период. Есть святые вещи, и обижать наших пожилых граждан вот сейчас, ну, это совсем будет недостойно. И пока пожаловаться на то, чтобы здесь был какой-то злой ум, мы не можем. Да, ну это, конечно, замечательно. Андрей, вы сказали, что вы анализируете каждый прожитый день. Вот какие мысли вам вообще приходят в голову, может быть, по теме добровольчества, еще какие-то. Даже по теме образования в школе, обучения. Вы тоже перешли на новый такой онлайн-ресурс, наверное. По теме образования в школе я могу сказать, что да, сейчас очень много родителей кричит, что нам неудобно работать. Учителя, поверьте мне, учителя страдают от этого больше. Ежедневно надо придумать, построить урок так, чтобы и материал дать, и получить обратный ответ, и убедиться, что ребенок все-таки понял, принял материал. По поводу добровольчества, всегда, то есть, стараешься находить каждому человеку подход. В большинстве случаев удается, там, где не удалось, вот это вот требует прям, то есть, конкретно, то есть, каждый вечер идет проработка конкретная. Почему не получилось, что не получилось, в большинстве случаев, опять же, повторю, что удается, и всегда идет, ну вот сегодня я сделал дело, сегодня я увидел эти глаза, сегодня я увидел эту отдачу. Значит, я не зря прожил день, то есть, вот какой-то вот такой вот результат, подводишь черту каждый день, и ждешь новых заявок, соответственно. А вообще актуально еще привлечение волонтеров в такой работе, или уже достаточно? Да, мы будем привлекать волонтеров, мы будем обращаться к гражданам, и даже сейчас, пользуясь случаем, пожалуйста, если у вас есть силы, желания, здоровье, свободное от основной работы время, то регистрируйтесь на сайте «Мы вместе», мы получаем информацию о вашем желании вступить в наши ряды. Также можно об этом желании сообщить на телефон горячей линии 998-6707, и там вашу заявку мы отдельно примем, передадим ее коллегам, которые занимаются формированием именно вот организации добровольческой деятельности. Для волонтеров мы также стараемся предусмотреть все возможные компенсации расходов, да, вот для того, чтобы человек, вкладываясь собственным личным трудом и временем, уже не затрачивал на это свои ресурсы, потому что это будет неправильно. Хотя мы очень благодарны тем волонтерам, которые даже безвозмездно готовы использовать личный транспорт для доставки продуктов и так далее. Вот, поэтому сегодня уже у нас есть ряд мер, которые мы предоставляем волонтерам. Это безлимитные транспортные карты для того, чтобы не оплачивать проезд во время своей работы. Это, соответственно, нам со стороны благотворителей есть помощь с машинами, да, для того, чтобы довести тяжелые пакеты продуктов или большие списки, когда у нас пожилые граждане или маломобильные заказывают сразу на какой-то недельный, например, период. Для того, чтобы, скажем так, тяжести, да, вот они тоже были разумными. Есть различные варианты по обеспечению горячим питанием волонтеров. Мы рассматриваем эти вопросы, также обращаемся с тем, кто может нам помочь с этим процессом. Вот, и если будет увеличено количество заявок на оказание помощи, то, конечно, нам понадобится больше волонтеров, либо мы не сможем их выполнить. Поэтому людской ресурс, человеческий ресурс, разрешите мне так сейчас его назвать, он как никогда нужен и бесценен. Мы говорили о портрете социальном тех, кто обращается за помощью, а сами волонтеры, вот как можно их охарактеризовать, какой это возраст? Что это за люди? Это абсолютно разные люди, разного возраста, разных профессий. У нас есть федеральный закон о добровольчестве, по которому, ориентируясь на который, мы все-таки понимаем, что волонтером может быть человек старше 14 лет. Но в зависимости от акции, от той акции, которая происходит сегодня, то мы в наши ряды добровольческого движения «Мы вместе» сейчас приглашаем людей только старше 18-ти. У каждого поколения свои задачи в этот сложный период. А волонтеры серебряного возраста есть? Волонтеры серебряного возраста. Или тоже определенное ограничение? Получается, что сейчас им тоже рекомендовано находиться все-таки в самоизоляции. Хотя они тоже есть. Те, кому все-таки можно работать, да, и они стараются помогать еще. Но это в виде исключения. Я бы очень не рекомендовала вот в этот проект включаться волонтерам серебряного возраста. У каждого свои задачи. Можно помогать и дистанционно. Разные задачи существуют. И мы будем рады любой помощи. Давайте посмотрим еще на один пример оказания помощи в следующем сюжете. Ну, а потом продолжим разговор. Здравствуйте. Горячая линия штаба волонтеров по помощи пожилым и маломобильным гражданам. Меня зовут Емфирич. Я могу вам помочь. Самарские волонтеры спешат на помощь. Город присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». В колл-центре работают десятки добровольцев, чтобы вовремя помочь тем, кто находится в самоизоляции. За смену операторы принимают полсотни звонков. Пожилые и маломобильные люди просят купить продукты, лекарства, а также просят ответить на интересующие вопросы. Вопросы самые различные. От симптомов коронавируса до того, как работают бани, когда откроются различные заведения. По всей имеющейся информации можем проконсультировать. Все обращения направляют во внутригородские районы, где созданы филиалы городского штаба. Откуда добровольцы оперативно доставляют заказы. Также волонтеры могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Также волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон здесь же провести платеж, если это необходимо, и показать все чеки. Обязательно все чеки предоставляются самому человеку. Нам волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции. При обращении на горячую линию человеку сообщают номер заявки. Его нужно запомнить и записать. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения. Оставить заявку на горячую линию можно по телефону 998-6707. С 8 утра до 20 часов ежедневно, в том числе и в выходные дни. Еще хотелось бы подробности про работу горячей линии, потому что могут возникать и непонимания, и конфликтные ситуации. Это бывает в жизни часто. Есть ли какие-то механизмы, которые ограничивают такое непонимание? И вот как все это выстроено, построено? Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Мы рады вашим звонкам. Готовы проконсультировать вас по наличию информации на других горячих линиях, специализированных, узких, подсказать, где как лучше сориентироваться. Прежде всего, мы принимаем заявки на оказание добровольческой помощи в доставке продуктов и лекарств на дом за средства самого заявителя. Есть возможность передать средства на покупку необходимого бесконтактным способом, если заявитель умеет пользоваться с приложением Сбербанком онлайн или подобными вариантами. Есть вариант, соответственно, передать добровольцу средства на покупку всего необходимого, он также вернет вам сдачу. Все наши добровольцы проверены. Вопросы безопасности для того, чтобы вы не доверяли свои средства. Незнакомым людям мы проговорили. Еще раз, номер заявки – это пароль, по которому вы можете узнать человека, что человек из официального волонтерского центра городского округа Самара. Пароль, поэтому мы просим в виде номера заявки обязательно записать, для того чтобы держать его недалеко, и общаться только благодаря номеру заявки. На горячей линии у нас работает группа из 20 человек посменно, поэтому у нас нет перерыва на обед. Мы заменяем друг друга таким образом, чтобы принимать все ваши звонки без ожидания. На сегодняшний момент все звонки принимаются сразу, то есть никакого длительного ожидания у нас нет. А они записываются? Да, все звонки записываются для вашей безопасности, для, соответственно, восстановления каких-то данных. У нас также есть определение номера входящих звонков, но специалист колл-центра обязательно уточнит у вас, на какой еще номер можно позвонить, либо вот пользоваться тем, с которого вы звоните. Корректно указывайте, пожалуйста, адрес. Максимально подробно мы выясняем список того, что вы хотите купить. Наши специалисты обязательно уточнят даже марку, процент жирности, например, молочной продукции, уточнят цену, на которую вы рассчитываете, ту, которую вы привыкли видеть в близлежащих магазинах. Конечно, покупать отдельно один элемент заказа в одном районе города и в другом мы не сможем, потому что это время, и давайте тратить время и ресурс наших волонтеров тоже максимально грамотно. Тогда мы сможем сделать больше. Но действительно, если вы привыкли покупать тот или иной товар в ближайшей кулинарии или магазине, обязательно волонтер учтет, это исходит именно туда, куда вы привыкли ходить и покупать то самое любимое, свежее кушанье, которое хотите и привыкли. Потому что именно в такое время хочется порадовать себя чем-то любимым. Ну и у нас остается буквально минута. Андрей, кроме того, что вы выполняете вот такие прямые заявки, чем вы можете порадовать и поддержать еще по-человечески? Добрым словом. Добрым словом. То есть вы это тоже... Это в первую очередь пожилым нашим гражданам, находящимся на самоизоляции, это в первую очередь сейчас доброе слово. И общение. И позитивный настрой, наверное, вот настрой, о котором Екатерина сказала. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Всего вам самого хорошего. Не заболеть, пережить все это. И дальше счастливыми и очень востребованными людьми идти дальше. Мы вместе справимся. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok